Отдельный зал для силовых тренировок, зона для игры в настольный теннис и даже новое оборудование в пищеблоке, чтобы готовить блюда из спецменю. Перед визитом именитых спортсменов в отеле устроили большую перестройку. 60 футболистов из Исландии приедут в Кабардинку уже в начале июня. Зарубежных гостей ждут во всеоружии. Даже конференц-зал переделали в киноцентр, чтобы спортсмены не упустили из внимания ни одной игры соперников. Наш кинотеатр, где футбольная команда будет просматривать футбольные матчи, это будет прямая трансляция. Мы приобрели новые экраны, звуковое оборудование. Они будут обсуждать буквально каждую игру, насколько мы поняли, и просматривать все ошибки, которые могут быть при возникновении их совместных матчей. Все номера в отелях, которые будут принимать участников чемпионата мира, подготовили согласно райдеру каждой футбольной команды. Отдельное внимание отдыху спортсменов. Вот, например, в Геленджике сборную Швеции уже ждут расстеленные перины. Вот, собственно говоря, у нас очень удобные матрасы. Гости наши очень любят останавливаться. У нас и также ортопедические подушки, поэтому именно это то, что нужно для наших спортсменов. Буквально в 20 минутах ходьбы от комфортных номеров тренировочная площадка, которую тоже подготовили специально к приезду иностранных футболистов. Газон здесь постелили еще в ноябре. Семена привезли из Германии, а вырастили зеленый ковер в Волгоградском питомнике. Раз в три дня траву ровняют. А это уже футбольное поле в Адлере. Здесь перед решающими матчами будут отрабатывать тактику спортсмены из Польши. Тренировочную площадку сегодня проинспектировал глава региона Вениамин Кондратьев. Вместе со своим заместителем Николаем Далудой губернатор оценил покрытие поля, трибуны и служебный комплекс, где разместились душевые, раздевалки и медпункт. Созданы все условия для того, чтобы команды, которые сюда приедут играть, находились в очень комфортных условиях. И достойный команд мирового уровня. И условия здесь созданы не хуже мировых. На уровне, может быть, даже лучше. Поэтому я единственное, коллеги считаю, чтобы все это мы максимально могли сохранить. И после того, когда пройдет чемпионат мира по футболу, чтобы уже дети наших спортивных школ, футбольных школ, могли тоже этим пользоваться. Согласно вашему решению, как раз вот эти две тренировочные площадки, они будут переданы на краевой спортивной школе по футболу. К приему Мундиаля уже полностью готов и самый главный стадион. Специально для чемпионата мира Олимпийский фишт пришлось реконструировать. После игр в ходе переделок отсюда вывезли 14 тысяч тонн металла. Это около 200 железнодорожных вагонов. Для сравнения, это даже больше, чем вес Эйфелевой башни. На трибунах построили дополнительно 4 тысячи мест для болельщиков. А само поле представляет собой целую конструкцию. Вот это поле, это стандартное поле, 105 на 68 метров, подушка 2,5 метра. Здесь 32 километра труб. Это для подогрева поля и 5 километров для дренажа. Вот здесь вот уложено. На матчи, которые пройдут в Сочи, уже продано 85% билетов. Город должен быть полностью готов к такому потоку и футбольных болельщиков, и отдыхающих. Ставит задачу Вениамин Кондратьев уже на заседании оргкомитета. Ведь игры чемпионата мира будут проходить в самый разгар курортного сезона. По территории курорта будут курсировать 70 пар электричек. Дополнительно пустят еще 100 рейсовых автобусов. Чтобы избежать заторов, Олимпийский парк будет полностью закрыт для транспорта. Без специальных разрешений не смогут попасть автомобили и в сам Сочи. Но это не должно доставить неудобства ни жителям, ни гостям города, акцентирует внимание глава региона. Въезд может быть только с разрешениями. А для чего нужно разрешение? Чтобы было понимание, каким образом этот автобус или автобусы, даже их будет достаточно, но мы будем это регулировать, интегрировать в ту транспортную логистику, которая уже будет. Поэтому заранее, еще раз учуку, заранее работайте со всеми перевозчиками. И пассажироперевозчиками, и грузоперевозчиками. Должна быть понятная схема перемещения. Как будут ходить маршруты, как будут ходить автобусы. Что-то будет изменено, или что будет по-старому, или они будут увеличены, количество маршрутов. То есть вот здесь все должно быть максимально продумано. С оргкомитетом отработано и эта схема. На подъездах еще в районе Краснодара будут установлены банеры. В районе горячего ключа будут проводиться уже определенные фильтрации, работа с водителями и собственниками автобуса. Но жарко будет не только в Сочи. Вместе с отдыхающими футболистов и болельщиков принимают еще четыре города-края. Например, сборную Испании ждут в Краснодаре, а в Анапу приедут спортсмены из Дании. В связи с таким ажиотажем важно не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания, отмечает губернатор. Все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сыры и напитки. Доступность должна быть питания в Сочи, в первую очередь, доступность для всех категорий граждан. Жителей, отдыхающих и болельщиков, которые приедут в этот период. Для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные, где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность, у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи, в Геленджике, в Анапе. В Олимпийской столице и во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Только на самом стадионе Фишт следить за порядком будут 800 человек, а по его периметру еще сотрудники полиции и Росгвардии. Дополнительно привлекут и более полутысячи казаков. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете, говорит Вениамин Кондратьев, на кону, честь страны. А значит нужно продумать каждую деталь, чтобы футбольные болельщики возвращались на Кубань уже и в качестве туристов. Главы городов рапортуют, у них все готово к приему гостей. 72 улицы города являются гостевыми. Это те улицы, по которым наши гости будут гулять, это те улицы, по которым они будут направляться к спортивным объектам. Я уверенно могу сказать, что городская среда будет в идеальном состоянии, красивом, которое будет привлекать туристов. Город будет подвержен хорошему брендингу, то есть это та символика, которая непосредственно посвящена самому чемпионату мира. В целом все основные мероприятия у нас отработаны, подготовлены. Могу сказать, что готовность у нас уже на 100% есть. Есть уверенность в том, что мы сделаем все своевременно, по ряду направлений с опережением. Поэтому гости, которые будут приезжать к нам и футбольная команда, которые будут диссоцироваться на территории Геленджика, они получат достаточно комфортное обслуживание. Мы осоздали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно. Там задействованы все начальники управления. На весь период чемпионата штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. До большого спортивного праздника осталось всего полтора месяца. Уже 15 июня на Сочинском стадионе встретятся сборные Португалии и Испании. Всего же за время чемпионата мира Фишт примет четыре футбольных матча. Мария Крошная, Инна Чайко, Денис Перец, Денис Москаленко, Самир Гачаев и Сергей Щербин. Кубань, 24, Сочи.